В Ноябрьске живет коллекционер. Мария Москвичева собирает игрушки с советских времен. Больше всего у нее елочных украшений. С чем связана такая любовь к винтажным предметам, об этом вам расскажет сама Мария. Мария, добрый день. Мария, я знаю, что у вас очень большая коллекция игрушек. Сегодня вы принесли лишь малую толику. Вот скажите, вообще делали ли какой-то подсчет? Первоначально, да, я занималась подсчетом, когда только начинала собирать игрушки. Потом этот подсчет закончился только компьютерным файлом, в котором добавляется изображение и цена. А вот уже количество не считаю, поэтому не отвечу вам сейчас на вопрос, сколько их. По-моему, в прошлый раз вы указывали такую цифру почти тысячи предметов. Ну, я думаю, что их немножко меньше, конечно. И если считать эту сумму, то сюда входят не только елочные игрушки, это предметы быта, письма военных лет, какие-то там игрушки детские, там вещи вот эти, с этими предметами, может быть, к этой сумме мы стремимся. Марина, скажите, вот как давно вы увлеклись вот этим занятием, очень необычным, на мой взгляд, и вот что послужило вдохновением? Толчком начало этой коллекции пошла моя работа, точнее, это моя подруга Ирина. Она предложила вместе с ней сделать на нашей выставке фрагмент, где бы мы отразили елочные игрушки военных лет, то есть войну с точки зрения праздника. И в тот данный момент, это где-то было уже больше пяти лет назад, мы начали заниматься поиском этих игрушек, изучали их технологию, собирали потихонечку. И вот это был толчок сбора коллекции. Марина, вот я знаю, что, как вы уже упомянули, действительно львиная часть вашей коллекции – это елочные игрушки советских времен. И сделаны они из различного материала, и картон здесь есть, и стекло, и даже остатки меди. А вот скажите, для того, чтобы их хранить соответствующим образом, необходимы, наверное, какие-то условия, особая влажность, температура? Да, это абсолютно верно. Для хранения игрушек из бумаги, то я предпочитаю хранить их, например, в картонных коробках, также игрушки из ваты предпочтительно хранить в картоне и в теплом месте, но не в таком, где жарко. Скажем так, на кухне я не буду хранить свою коллекцию, потому что там эти вещи могут напитаться как влагой, так и наоборот пересохнуть. Это обычно андресоль в комнате подальше от окна, то есть верхняя полочка шкафчика, скажем так. Также допускаю хранение в пластмассовых коробках, но предварительно игрушки, конечно, упакованы не в вату, как раньше мы привыкли видеть, да, вот наши старые игрушки мы хранили в вате, да, то сейчас стараюсь хранить их в кальке с помощью оборачивания тонкой папирусной бумаги. Какая у вас игрушка самая старая? И вот вообще помните ли ее историю приобретения? Ну, если даже не самая старая, возможно, может быть, самая любимая? Ну, вот несколько игрушек недавно приобретенных у меня стали, ну, не то что любимым, но безумно желаемыми, и, наверное, они, да, на этот период самые любимые. Это, мы здесь можем увидеть с вами белочку, да, то есть это игрушка, выполненная из прессованной ваты, она достаточно невесомая, легкая, артели шауман. Я ее очень долго не могла приобрести из-за ее стоимости, и, можно сказать, что где-то года два я за ней гонялась, то есть мне, ну, как-то не хотелось такие деньги переплачивать за нее. Но в итоге, когда она появилась в хорошем состоянии, то я приобрела ее и была очень довольна, хотя это приобретение было тоже достаточно рискованным через соцсети, не была уверена, что она придет. Ну, вот после того, как она пришла, я, конечно, это сейчас самое, как счастливое мое обладание. А старыми, наиболее старыми игрушками можно считать игрушки, выполненные из бумаги и с литографическими личиками. Это, например, образ девушки или клоуна. Ну, считается, что это как бы ориентировочно начало века эти игрушки. Начало XX века. Да, да, то есть как бы ориентировочно. То есть есть несколько игрушек до революционного периода, то есть это ордена, это картонные и другие игрушки. Мария, вот вы отметили, что изготовлением игрушек занимались в артелях. Это, наверное, 20-30-е годы, да? Да, и больше. Как я полагаю. А вот уже в последующие десятилетия, вот где был сосредоточен центр производства игрушек в СССР? Ну, наверное, скорее всего, это был некий госзаказ? Ну, все равно изготовлением игрушек занимались не в одном каком-то городе, а эти фабрики уже, так их назовем, были раскиданы по городам. Это, можно сказать, и Саратов, и Москва, и Питер очень известные, фабрики артели, там, московские артели, Киров. Даже на Украине есть, встречается очень активное производство. И да, конечно же, это был соцзаказ. Иногда он был связан с идеологией. И проходили, когда достаешь старые документы, знакомишься с ними, то в них можно прочитать, когда образы некоторых игрушек, они прям на специальных советах утверждались, принимались, их могли отказать их пустить в производство или, наоборот, принять. То есть это очень активно обсуждалось. Марина, тем не менее, наверное, все-таки в Советском Союзе, где был, так сказать, атеизм и была идеология, наверное, существовали верующие люди. Вот я знаю, что среди ваших игрушек есть вот такая небольшая игрушка с ликом ангелов. Расскажите вот про эту игрушку. Это, да, игрушка, которая выпущена уже после 40-х годов. Прообразом ее послужили религиозные ангелы, да, которые раньше очень активно и в викторианскую эпоху размещали на елках и потом уже, то есть, скажем, до революции, после революции на елочках их вешали. Ну, понятно, что в советское время это недопустимо было. Поэтому художники сделали такую своеобразную замену этому образу. Хитрость. Да, схитрили. Они взяли за основу красивое детское лицо, обрамили его в такой маленький серебристый чепчик и закрепили на плоскостное изображение снежинки из картона. И это такой своеобразный прототип ангела, который висел на елочке. Как мы можем угадать, почему это ангел? Потому что у этой снежинки было или 6, или 12 лучиков. Что у нас делает нам отсыл к церковным звездам и так далее, к этой теме. Марина, вот даже тяжелое время, в военные годы продолжалось производство игрушек, даже в том же блокадном Ленинграде. Как вы считаете, поддерживало ли это моральный дух народа в такие тяжелые годы? Я думаю, что да. И этому есть даже доказательства. Потому что, когда читаешь какие-либо воспоминания, то, например, из одного из писем, которые у меня есть, военных лет предновогодних, там можно прочитать, что все желают не только победы, но и праздника, и жизни, и вот что с Новым годом, с этим ощущением прихода Нового года, что все будет хорошо. И когда в доме ставили елку, и дети своими руками ее украшали, то как раз этот праздник и создавался из ничего. То есть могло быть на столе совсем мало еды, но елка, она привносила эту радость и это счастье. Мария, вот скажите, вот все-таки, наверное, большая часть коллекции, она из Питера или нет, или я ошибаюсь? Так получается, что некоторую часть коллекции, да, приобретена именно в Питере. Потому что связи с коллекционерами, которые тоже продают игрушки, то есть получились у меня очень тесные. И да, какая-то часть игрушек больше приобретена оттуда. Ну то есть даже можно сказать, даже с уверенностью, что часть игрушек из блокадного Ленинграда, то есть они были в это время там? Возможно, да. Мы, конечно, не можем так утверждать, но мне хочется об этом думать. И да, мне кажется иногда, что это именно так. Марина, вот у вас подрастает дочь, Франческа. Вот скажите, ей нравится ваша винтажная коллекция? Да, ей очень нравится. Она смотрит, конечно, ее под присмотром, она спрашивает. И знаете, как совсем недавно, вот буквально на прошлой неделе, я получила новый каталог. То есть вот всех коллекционеров можно поздравить с тем, что вышел второй том каталога по ватной игрушке. И первым, кто начал этот каталог рассматривать, это моя дочь. То есть я была лишена этого счастья его рассматривать. Посылка была распакована, книжка была забрана, и два дня она изучала его сама. То есть и все время спрашивала, мама, а это же у нас есть? И мы шли к коробкам проверять. Или там просто отвечали, да, есть. Мария, ну скажите, ну это же получается, она ваша наследница, и она в последующем заберет эту коллекцию? Я очень надеюсь, что это будет преемственно, и что ей понравится эта тема. И благодаря этому я привью вне ощущения того, что вещи нужно хранить, оберегать. И это тоже, даже в вещи есть история. Я очень надеюсь. Мария, вот вы отметили, что любите винтажные игрушки, цитирую, потому что за слоем пыли и грязи видна душа автора. Наверное, именно вот это ощущение связывает всех коллекционеров. Да, я думаю, что да. А еще коллекционеров связывает то, что в этих игрушках нет штамповки. Ну и да, получается, есть лицо всегда вот автора или самой игрушки. Есть теплота, образ. Да, наверное, все-таки вот это правда. Марина, понятно, что вы коллекционер по определению, а вот скажете, если бы вы коллекционировали не игрушки, то, что было бы тогда, что бы коллекционировали? Какие предметы? Вот я думаю, что, наверное, эти предметы были бы все равно связаны как-то с войной, с периодом нашей жизни именно в этот период. То есть, возможно, это были какие-то вещи. Вот не зря у меня появились письма войны. Как бы у нас, к сожалению, в семье не сохранилось писем от родственников. Но вот я начала покупать письма военных лет и через них вот читать эту историю. И думаю, вот все бы все равно вертелось вокруг этой темы. Да, знаете, вот возвращаясь вот к теме писем, я видела эти письма. Они сейчас находятся в Музее воинской славы имени Григора. И действительно, когда слушаешь их, проникаешься от всей той атмосферы, которая была тогда в 40-е годы, когда была война, шла война. И, конечно, слезы иногда наворачиваются на глаза. Бестрепетно невозможно их слушать. Это совершенно верно. И в то же время мы всегда ощущаем через эти письма, что что бы ни происходило вокруг, что люди всегда остаются людьми. И все человеческое им не чуждо в любых обстоятельствах. То счастье, любовь, оно тоже читается через эти письма. И это трогательно очень. Мария, спасибо вам большое за ваше интервью. Надеемся на встречу еще раз.